Добрый вечер, приветствую всех на Wall Street Online, каждую пятницу в 20.00 мы рассматриваем фьючерсные рынки в основном, иногда фондовый рынок затрагиваем и выделяем приоритетные уровни поддержки, сопротивления, а также потенциальная вероятность сценарий на следующую неделю. Итак, эта неделя, ну, скажем так, более-менее спокойной была, сверх аномальных отчетов, новостей, либо ситуаций не было, вот начинаются какие-то высказывания и вердикты, факты по поводу событий на фунте, которые были за две минуты, там, огромное количество процентов колебаний, вот, все, опять же, списывают на высокочастотников и, опять же, поднимают шумиху вокруг алгоритмической торговли, автоматики, высокочастотников. Многие биржи начинают защищаться относительно таких быстрых трейдов, я читал документацию, биржа Moex даже устанавливает лимиты на количество сделок в минуту, либо в секунду, я точно не помню, то есть, как только с аккаунта начинает происходить больше сделок за отрезок времени, он сразу блокируется, ну, как блокируется, просто не принимаются приказы, то есть, отправляй, не отправляй, сколько там в пулемете патронов, приказы просто не будут приниматься. И, с одной стороны, вроде бы все по-честному, но уже сама суть спроса, сопротивление, взаимоактивность, то есть, просто у высокочастотников даже на доле секунды какая-нибудь фора по информации, либо по котировке, и это уже грабеж, можно назвать. Так, значит, читалось USA сегодня по безработице и якобы намекают на ее увеличение аж на 1%. Также сегодня такой праздничный день, день рождения Владимира Путина, у него сегодня не юбилей, но именины. Вот, также сегодня в Китае национальный день, тоже праздник. Из числа занятых в нескольких хозяйственном секторе вместо 166 тонн отчитались 154, что значительно меньше не то, что ожидаемого, но и прошлого показателя. В общем, начинают потихонечку показывать отчетность и статистику не очень прекрасную. Помимо этого, сейчас, секундочку, по процентной ставке Австралия так и оставила полтора процента, пока не меняла. Никаких сдиков не было. Также хочу... Да, весь Китай национальный день празднует. День рождения Путина. Подметил же. Прям... Хочу показать состояние фондового рынка, электронных фондов за сентябрь. То есть, мы взяли отчет за месяц, и сейчас мы видим состояние фондового штата в лице индекса S&P 500. На что стоит обратить внимание? Это на финансовый сектор, в первую очередь. Сливает Wells Fargo по каким-то причинам, либо они первые уже начали. Про фонд, Виктор спрашивает. Есть версия, что был инсайт на очень крупные опционные уровни, за которыми просто за две минутки быстро сходили. Точно так же, как было на рубле. Помните, в апреле или в мае? Год назад или два. Вроде год назад. Так время летит. Тоже там скачок был буквально ночью в районе 21.00. За 4 минуты движение высотой сопоставимо с движением всего трехмесячного контракта. Выйдет на бай. Ну, смотря когда вы его продавали. Банк оф Америка за месяц плюс 3 набрал весь и JP Morgan, Citigroup особенно 3.3. И тут как бы сразу а почему столь такая интересная отчетность? На следующей неделе как раз в пятницу отчитываются банки. По штатам началась такая вот отчетность по квартально. Отчитывается C Group, JP Morgan, PNC и Wells Fargo в том числе. Это все, если я не ошибаюсь, это все будет именно в пятницу. Да, 14 октября в пятницу отчитывается 4 крупненьких финансиста и я думаю они начинают период отчетов. Это, кстати, немаловажно. такая информация, потому что если банк за банком будет отчитываться не очень хорошо, то все больше и больше торгующих будет сомневаться в положении роста индекса и ну как минимум хотя бы динамика роста будет уже под вопросом и толкать дальше на покупку будет не так просто. хомка причем за месяц всего лишь полтора процента потеряла шеврон около процента с учетом той динамики, которая есть, как-то слабо верится. но apple там понятно с этим седьмым телефоном вот и что еще тут такого я подменил. Ну, вроде так сильно броского ничего. по эти фишкам ну Deutsche Bank я читал но не до конца и не ну между сток быстро пробежался по вопросу Deutsche Bank эпоха таких крупных финансовых гигантов потихонечку как экономисты как бы констатируют факт, что вот такие крупные гиганты потихонечку вымирают и мы будем в ближайшие несколько лет наблюдать такие вот события как с дающим банком и так далее и так далее не забывайте, что между крупными корпорациями также идет борьба и если вместе объединяться Citigroup JP Morgan Wells Fargo и Bank of America хотя это все тоже одна та же компания то немножко подпортить статус Deutsche Bank я думаю не так сложно будет тем более начали с Volkswagen если еще Siemens начнут трогать тогда уже точно хотят разрушить Евросоюз и потом эти все разрушенные частицы полностью захватить вот так вот видится этот сценарий как видите за сентябрь ситуация не такая позитивная по трейдфандам и ну в общем как бы настороженно нужно относиться к продолжению восходящей динамики пакет минимум на индексах по планете картинка вот такая это у нас начали Британию Ллойд Банк ушел за ним Ройл Банк тоже на 10% это за месяц подчеркиваю вот такие два крупненьких BT на 10% упали ну тут без Брексита не обошлось ну я думаю что евреи которые там обитают уже потихонечку бегут с корабля либо отстрахуются как-то крупных рисков Канада немножко фармацевтика прошла ну остальные естественно чайна которую буквально полгода назад жестко по всем бизнес ресурсам уже ставили крест потихонечку восстанавливается и даже планируют сделать юань резервной валютой заменить доллар грубо говоря так ну даже вон Израиль видите уже на 11% фармацевтика ушла так ну это был финвиз ресурс очень хороший там достаточно много статистики по фондовому рынку рекомендую взять на заметку там можно по секторам разбивать детально копаться по всяким направлениям и если вы торгуете индексы ну финвиз вам обязательно пригодится так идем дальше по новостям отчетам на следующей неделе нас ждут не дождутся значит в понедельник праздник в Канаде Гонконге и Японии причем у них у всех праздник разный день благодарения в Канаде также в Штатах будут открыты биржи но банки будут закрыты собственно без банков торги будут немножко грустными советую в этот день просто сделать тоже себе праздник и не торговать в Гонконге праздник двойной девятки и в Японии день физкультуры ну в общем вот такие праздники в понедельник какой-то очень настораживает 10 октября ну да ладно Германия во вторник отчитывается как раз снова подумать ему по Deutsche Bank в в среду нас ждет публикация протокола фонд Меркель подаст в отставку я вам уже с января месяца говорю об этом после того как Brexit произойдет начнет Меркель потихонечку сворачивать свои полномочия так предсказали экономисты макроэкономисты академики опрос который ведет компания Bloomberg каждый новый год отчет идет так запас сырой нефти в четверг решение по процентной ставке в Британии тоже в четверг и протокол исцеления по кредитно-денежной политике тоже в Британии это тоже в четверг пятница по банке отчитываются напомню и в принципе индекс производителей и объем различных продаж ну я думаю на него особо обращать внимание финансисты не будут а вот как раз на фомку и на пятницу отчет банков стоит обратить внимание в понедельник можете попробовать конечно но не советую в такие дни работать особо когда выходной либо полу полуактивный день объем не тот активность не та и мат ожидания позиции не то по банкам я считаю что любой банк особенно такие конгломераты и крупные корпорации как дуичи банк там не то что 7800 дел можно найти что это такое вот и можно там на целые года затянуть судебные дела поэтому удивляться такому количеству судебных дел в дуичи банка и я думал их больше будет в любом случае какие-то маленькие косяки можно превратить целые прям судлинча ну в общем вот такие события ждут нас на следующей неделе и все ближе ближе тот день когда будут выбирать лидера Соединенных Штатов Америки либо то что от них осталось так начнем с S&P да вот буквально совсем чуть-чуть раньше мы ввели эту как бы такой у нас был ликвез по инструментам за неделю как у кого была активность кто крутые сделки делал появился трейдер вот как-то так 340 хаси возможно это даже какой-то высочек био высокочастотник вот сайберг вот кто виноват на фунте да не знаю что это вот номер телефона есть у человека даже можно звонить спрашивать в общем понятно не буду продолжать это слишком уж плохо ведут себя ребята так S&P это склейка двух контрактов и все те же уровни остались и пока сопротивление отмечено вот этими двумя сессиями так где моя ссылочка выручалочка ну-ка вот 62-71 21-71 вот эти две сессии плотненько сформировали сопротивление и вторую неделю пока держит оборону собственно если вы зашли на покупки с этих уровней поддержки это номер один левел который нужно преодолеть S&P для продолжения динамики стоит заметить стоит заметить немножко приутихла ликвидность на этой неделе в сравнении с прошлыми пока вот четвертая неделя идет нового контракта и все три сформировали такие ступени на вроде на рост но пока зажали их между 36-71 и может фомка даст толчок на расширение либо будут так флетиться до выборов в США а там уже можно списать все сильные колебания как раз на волнение среди участников рынка вот с виктором согласен так как допустим в тех же штатах финансовое образование ну в разы активнее внедряется в образователях еще со школ там знают что такое акции что нужно кэш вкладывать как бы и ну я не говорю что американцы умные но по крайней мере там это еще с младших лет дают и для них это нормально поэтому они понимают что бумажка это бумажка а вот кусок металла за который могут все что угодно обменять пригодится ну тем более кто был свидетелем 2008 2009 года кризиса помните как в этот страшный период происходила динамика по золоту так в общем ликвидность пока притихла идет стандартная но уже не такая активность сейчас мы сравним с открытым интересом насколько там так что это такое пищи сейчас попробую я сказал что образование это такое я имел ввиду что нельзя сказать что за неделю произошел какой-то сдвиг по открытому интересу чуть-чуть даже может где-то прибавили сегодня конечно же малость сбросили но опять же тут и расширили за четверг и в ту и в ту сторону это нормальное явление тем более перед выходными ровно пока стоят без каких-то резких сбросов либо открытий ждут какой-то информации это может быть фомка в среду там будет именно протокол заседания фомс-минус елен в пятницу будет высказываться вот alert и смотрите если насчет линии вы выставляете параметры линии вот здесь вот day gtc alert буква а означает что это уже не просто линия она еще является алертом day это сколько хранится линия в терминале то есть есть такие оперативные уровни которые стоит выделять потом убирать просто закрыли программу они стерлись ну да ладно заходим на кластер чарт посмотреть дисбаланс и прошу заметить тут еще 100 недели с 30 сентября такие жуткие беданские были со стороны селлеров вот 63 там же 100 тонн против 95 потом 95 тонн против 83 и 93 против 74 то есть как раз и набралось в дельта конечно в процентном соотношении не особо отличились вчера 120 против 107 вот такая активность была на 54 и пока вот в пятницу набрали уже 9000 контрактов разница в процентном соотношении это ничто это даже не один процент от всего оборота сессии можно увидеть 10 процентов это достаточно ключевые такие точки вот 18 числа напомню что это было фактически у начала открытия контракта буквально не первая сессия это дисбаланс на таком процентном перевесе сильный мы тут 103 тонны заказили и аккумуляция вот такая вот площадочка последняя это вот здесь поэтому в качестве сопротивления на этой неделе неплохо отрабатывали мы этот уровень фиксировали и понедельник и вторник и даже сегодня протестили и вернулись на минимум недели да кстати вот две недели графика то есть текущая неделя начинается здесь вот эти пунктирные линии указывают на начало недели на понедельник это можно кстати настроить в разделе grid прайс рекомендую вот этими двумя пользоваться прайс скейл вторым где вы настраиваете градацию по разбитке целовой шкалы так извините вот тут получается понедельник уже сомневался продолжение роста так как они за пятницу даже не пробовали уходить и вот эта рисовалка открылась наконец-то вот у нас понедельник вторник вынесли стопики и потом этот уровень в среду четверг защищали то есть мы сейчас этот уровень выделим в качестве сопротивления плюс вот этот выброс по стопикам и вот пока пришли на саппорт его на той неделе еще сформировали и тестили тоже неоднократно и вторник его протестил кто сориентировался быстренько мог прокатиться на этом небольшом движении и пока вот решается вопрос будут они его пробивать а не будут но берем уровни для работы на следующей неделе отдельно выделяем текущую этим мы немножко темнее сделаем якобы подчеркивая то что этот уровень не с этой недели а прошлой то есть они уже старее уровне есть временной распад его нужно учитывать значит ядро 51.5 55 такое более лояльное по 49 можно спокойно брать 100 тонн 48.5 чуть-чуть темнее поставлю то есть самый такой пик ликвидности вот давайте его подпишем немножко выделим так здесь у нас получается и понедельник часть вторника закрылись тут два массива неплохих тут также закрывались и сегодня участник крупный который порядка 177 тысяч контрактов оставил след во вторник тоже были хорошие объемчики 159 далее саппорт корректируем суммируем как бы с тем который был на прошлой неделе он просто будет расширяться соответственно 42.37 так и оставим в качестве саппорта даже sorry надо вторник заплатить 43.37 то есть с этой недели вот как раз вот этот объем под закрытие вторника в идеале как поддержка с учетом прошлой недели возьмем объединение так ну по сопротивлению идентично идет расширение самого уровня по 56 но в любом случае 63 надо не упускать из виду если даже 56 начнут атаковать в вторник неделя за селером вполне может быть я думаю что вы видели finvis как даже вот картина по S&P 500 либо сейчас фулл режим включим это за месяц то есть это перфомен за месяц сейчас я включу за 3 месяца то есть мы будем видеть примерно картину по кварталу и вот такая вот в общем статистика по bank of america 23% JP Morgan 10 Citigroup 17 и никто не знает откуда это все появляется у них деривативы рисковые инструменты ну в общем монополисты а мы именно фьючерсы SPX Standard & Poor's фьючерсы 500 с минимальной суммой смотря какой брокер вам нужен если все равно какой брокер то таких очень очень много если с лицензией то зайдите на сайт NFA Национальная фьючерсная ассоциация и там список лицензированных брокеров NFA которая утвердила и вы можете пройтись по списку подобрать подходящий не вправе рекомендовать брокера так как это важная ответственность решение вам в любом случае принимать решение самостоятельно но лицензия NFA если на зарубежном рынке торговать не помешает в любом случае так ну в общем вот уровни по S&P начинает раскачивать лодку пока еще в рамках держит фомка в среду в пятницу могут добавить банки и вполне может быть еще как-то там нейтрально либо позитивно читаются исходя из данных по финвизу плюс 23% на квартале это в отчетности должно быть хорошо протянули до выборов в США это как раз вот начало ноября если не ошибаюсь восьмого там и потом уже посмотрим чем это все закончится но корректировка в принципе не помешает я думаю честно говоря я думал в сентябре уже начнут скидывать на всякий случай позиции на этих ценах на S&P не на минимуме в принципе торгуются на таких не слабеньких уровнях но пока вот видите держит возможно искусственно fsx fsx 150 здесь массивность вот таким образом мы пометим опять же пятница расширила коридор неделя но несущественно то есть на поддержке так и остается еще локации 76 по 91 грубовато конечно но что поделаешь я вот этот уровень отметил даже чуть-чуть заплатил ненужный вот 77 сам раз то есть это вот ликвидность 4 сессии даже 2 отработки было и даже там был основной массив контракта буквально за эти 3 сессии его перенесли на точку в случае если на следующей неделе fsx возвращается опять же на эту массивность вполне может быть как раз намеком на снятие стопорей перед дальнейшим движением на север в принципе то что происходит в европе сейчас начали атаковать самого одному из живых конкурентов финансовых в европе это дойче банк его авторитет уже шатнули немножко и это в принципе для роста не очень хорошо как и в принципе для всего евро союза и brexit настал отпечаток но это финансовый рынок и возможно мы чего-то не знаем либо недооцениваем либо не берем в расчет я как-то читал месяц или два назад такую статистику с какими инструментами сейчас банки работают и все больше процент этих инструментов идет на такие рисковые разные деривативы причем сомнительного характера давайте посмотрим классы чарт видите пока дельта подтверждает все что происходит сбросили немножко четверг и покупки на пятнице которая идет на снижение суммарно за день вышли покупки все-таки сейчас включу режим open close вы сможете заметить где такие сессии были еще повторение было снижение вот здесь наверное вы заметили сразу по итогу было снижение по торговой сессии дельта плюсовая на следующий день все-таки расширили наверх снижение это не только на фис происходит на снп тоже бывают такие вот противоходы поэтому всматривайтесь в дельту соотношение с динамикой они если расходятся это очень даже интересные такие триггеры вот значит dax мне нравится dax за свою немецкую точность качества модели выстраиваются как будто по просьбе какой-то трехсессионная активность это была волатильность на той неделе и уже меньше волатильность но плотность сделок прошли вот 10 590 по 10 540 вот этот массив стоит выделить в качестве на данный момент основного опорного так как здесь волатильностью разбросали ликвидность практически во всем коридоре можно выделить такую более плотную 400 по 500 и ядро контракта тоже такое широкое и плотное все таки выделим вот этот участок 10400 по 475 пока DAX DAX может баловаться как угодно с динамикой но для нас маячком удержание цены выше этого коридора еще есть надежда на восходящую динамику пробитие этого коридора естественно уже говорит о слабости байеров и можно их еще попробовать подсечь на вот этих ценах но стоит ли у минимума контракта это делать после такого события на важных новостях важные новости либо отчеты которые допустим заранее известно в какое время это будет происходить резко начинают работать все алгоритмы высокочастотники и так далее и так далее отчасти это связано с тем что у многих не у многих а лицензированных брокеров возможно вы будете скоро заключать договор там будет риск такой раздел что брокер не несет ответственности за точность исполнения приказов сделок во время и идет список в какое время он как бы умывает руки там в списке есть важные отчеты и новости открытие биржи важные отчеты новости это первую очередь соответственно все косяки будут списывать на вот эти вот нюансы и на фунте сходили туда обратно как захотели и не могут найти крайнего хотя вроде высокотехнологичные высокотехнологические системы математические и компьютерные технологии а найти крайних не могут причем такой неплохой был манипулятивный ход странным образом не могут никак расследовать так по DAX захватим еще вот этот участок две сессии 640 675 вот две сессии с ним игрались ну и 400 475 в качестве пока локального уровня поддержки значит RTS так так здесь тоже немножко утихла ликвидка ну не так сильно не критично но торговали сессии у максимума текущего контракта и желающих там покупать явно было немного соответственно ликвидность подутихла по пику ликвидки у нас выступает 28 почти миллион обороты рядышком 800 и стартовали с двух по 700 тысяч контрактов соответственно ключевая массивность стартовая вернее массивность sorry и ключевая стартовая то есть точка начала тренда 95 800 96 400 потом ступень достаточно хорошо поддерживалась это можно даже посмотрите на истории как здесь работали две сессии 900 тысяч контрактов оборот 97 297 700 обязательно включите в свой арсенал и сейчас ядро контракта перенесли на максимум ближе к максимуму что очень хорошо для возможного проложения роста противном случае когда допустим толкаю котировку наверх а ликвидность быстро утекает да то есть с каждым днем все меньше и меньше оборот ядро контракта остается достаточно ниже при динамике на рост и корректировка ну ожидается в очень большой вероятности здесь же наоборот объемы принесли выше вот здесь вся неделя простояла даже плюс две сессии прошлой нефтянка более-менее пока на руку для подтверждения поэтому все вроде бы неплохо складывается сто два по сто что сегодня за волос онлайн в начале про китайцев которые отмечают день рождения путина теперь два по сто так в качестве сопротивления и обратите внимание как пятница сильно будоражилась очень по ликвидности вчера полмиллиона сегодня уже 727 тысяч оборот давайте посмотрим этот интерес что же там по факту набирают обороты и не сбрасывают видно что уже нужно какое-то информационное подтверждение на продолжение роста то есть нужен зеленый свет повышение комиссии биржи я думаю что не комиссией они сильно будут их корректировать количество сделок в минуту от одного аккаунта торгового счета комиссию дел такое естественным образом высокочастотники так сильно развивается что мелкие какие-то компании они просто перестают выживать так как им нужно большие обороты делать с маленькой доходностью то есть с этих микро сделок там по чуть-чуть там по чуть-чуть но за огромное количество трейдов накапливается вот эта вот сумма поэтому вытесняют их более такие крупные операторы в этом плане кому интересна тема высокочастотников посетите сайт цитадель это как бы передовые ребята в плане HFT алгоритмик квант как нему называют квантовый трейдинг квантатив трейдинг на уровне атомов как бы они их ассоциируют фактически ну кванты так ну для роста рост открытого интереса это хороший знак и самое главное что не фиксируют позиции наоборот открывают 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 давайте посмотрим что же там открывает по дельте ну скажем для флэта это нормально динамика дельты то есть то одна команда побеждает потом вторая и они так чередуются пока не начнет выходить котировка за пределы этого флэта из вот так мы сделаем тут вообще можно 500 поставить здесь не стесняюсь 60 так здесь у нас будем отсекать значит такой высококлассный в процентном соотношении дисбаланс был на 96 550 96 850 и здесь видно в разные дни но выстрелы с таким сильным дисбалансом происходили такая кучность в районе 98 200 по 98 600 ну как ориентир поддержки в принципе неплохой то есть и корректировка вполне допустима в рамках коридора так как они практически всю неделю топали наверх но включая прошлую неделю и еще одну неделю уже трините в неделю потихонечку толкают котировочку к вершине пятница пока на десятке за селером обратите внимание что на S&P на DAX и на FSx пятница расширила коридор четверга в обе стороны они две команды пытались выбросить на Ортесе получилось только вот так вот это провернуть зато в четверах Ортес выбросил тех кого надо значит с начала контракта кумулятивная дельта на стороне байеров соответственно это хорошо открытый интерес растет кумулятивная дельта пока на уровне но так как это процесс кумулятивный то дельта должна расти с каждой торговой сессии добавляться а здесь наверное ровно идет как вы видите и это ну плохо в общем нет прироста такого хотя бы плавного не обязательно там сверх резкого но даже его нет нет не говорит о том что уже все пропало шеф надо сбрасывать злой енот вышел из собрания причем показательным никто не ругался с ним может обиделся но так это бренд который на force торгуется в принципе идут более-менее вровень по динамике свой максимум бренд пробил который был там в районе 51 70 вот буквально на этой неделе ртс же свой максимум пока еще не осилил ну ничего страшного все впереди что по тех анализу уровень совпадает причем мы уже много раз сравнивали технический объемный анализ уровни такие увесистые они очень часто совпадают причем нюанс объемный анализ он более четко границы дает этого диапазона технический анализ подсказывает в какие племенные участки это может быть вот собственно пробитие вот этого всего массива то есть выход за пределы уровня поддержки я возможно его не четко нарисовал но это мне никогда не получалось пускай так даже будет вот соответственно вызовет такую волну открытие на пробитие потом сработки стопиков у байеров это все ликвидность на шорт следующий такой важный уровень это вот этот двух либо недельный такой реверсивный момент такой же практически по структуре только более волатильный был в сентябрьском контракте здесь же открывались заходили новом контракте и пока вот видите этот уровень как контрольный то есть это номер один поддержка дальше за 96 лучше повременить с покупками сейчас выделим такие основные вещи которые были на этой неделе чтобы можно было на них ориентироваться на следующий итак вспомним на следующей неделе у нас такие интересные дни это понедельник а именно интересен тем что банки в штатах закрыты биржи открыты в среду самый крупный печатный станок на планете скажет как он печатает быстро либо медленно доллары в следующем квартале ну и в пятницу банки под эту дудочку нам покажут какие у них доходности ну и как бы там это все будет подсказывать на продолжение или на разворот в принципе если финансовый финансовый сектор считается плохо плюс в довесок рост безработицы за какие ниточки будут дергать федрезерв и средства массовой информации одному только бернанки известно и так из таких активных уровней которые прям просится на мониторинг это открытие пятницы потом ее же отработка и тут же был ночью какой-то очень аномальный всплеск вот на этой неделе на рубле там хайдент тикс очень активно крупные контракты проходили сделки вот и поддержка в районе пятницы которая формировалась вот здесь она отстаивалась и во вторник ночью и в среду даже три раза соответственно четверг открылся совместно с закрытием среды вот этот локейшн пока отрабатывается пятницей неплохо но очень настораживает после этого движения утром который после объема сформировали ладно сходили выбросили по стопикам но обратно повторяют такую же динамику которая была утром это не начало обвала так как такие маневры они устраивали в четверг но в любом случае внимателен на 10 250 400 даже 450 500 двухмассивный такой уровень сопротивления затем выделим такую совместную работу прошлой недели вместе с текущей то есть более точно это конечно реверсивная среда вот и допустим четверг и вторник пенсионер бывших членов федеральной резервной системы не бывает вот Михаил я бы даже так сказал да вот Ваня меня сразу поддержал так обратите внимание на где-то сейчас по датам чуть поделился на но вот эти модели четверга и вторника достаточно схожи единственное что у вторника было открытие чуть выше на уровне понедельника то есть на ядре открылись четверг открылся на закрытии соответственно совсем так немного отличаются но в любом случае заметьте у них очень схожая активность затем активность среды 5 числа и по волатильности вот эти такие резкие изменения направления что для S&P не за время с 2008 года то есть есть резкие динамики на S&P но это не обычная его торговая котировка это как раз под новость и под разные манипуляции еще проскакивают вот соответственно ликвидность там рядышком нет дыма без огня вот коридор пятницы который вместе с четвергом образует ядро недели самое плотное более мягче мы берем вот 99-150 захватываем все что больше 100 тысяч контрактов суммарно за неделю поддержка реверсивной среды давайте отдельно выделим вот вот у нас два раза причем туда возвращались на 98500 неплохая массивность и вот этот уровень сопротивления это вот такие контрольные уровни поддержки сопротивления еще одно место на поддержку вероятно может сформироваться если в понедельник вторник все-таки отсюда начнут дисбалансировать на сотку на 101 на 100 то есть четверг плюс пятница здесь образовали достаточно такой ликвидный массив хоть и закрылись на нем но отработка была моментальная вот защита то есть даже дисбаланс пошел возможно вечерка специально сбрасывает байеров и если этот уровень 99400 99800 каким-то образом будет очень жестко отстаивать на следующей неделе будете знать что вот этот такой маневр вполне реальный то есть две сессии формируют площадку бывает три потом уже начинают дисбалансировать с этого объема если есть повторное тестирование то идет защита она также сопровождается на неслабом объеме что стоит учитывать ну и выход за сто с половиной опять же без динамики нефтянки и фондового рынка не обойдется но все равно мониторить стоит рубль бернанки бернанки консультирует сам же им накомандовал его уложить просто на лопатки и сейчас поехал еще консультировать как ее как каким быть с этой едой круто но это какой-то гипноз наверно прям доработает итак отметка 63 117 были даже на 62 900 обратим внимание на психологический страх либо выход видите как с каждым днем все меньше и меньше чем ниже тем меньше участников желало в этом принимать участие нефть комплексе либо моментально что-то произошло армагеддон какое-то у меня на market watch вроде все без алертов идет либо вообще нефть у нас всегда в конце обязательно виктор список инструментов которые мы постоянно рассматриваем есть и на ютюбе и скоро будет на новом сайте волфикс полное описание волстит онлайн даже есть сообщество которое предполагалось на коллективное коллективный взаимообмен интересной полезной информацией дискуссиями и комментариями и подходом к рынку но пока все выглядит в монологе так сейчас выставим нормальный контракт по-человечески такую динамику по допустим модели структуре тренда может создавать инструмент который очень уверенно торгуют крупные ну не один а крупные игроки два дня и на снижение тут правда простояли пять деньков но все что появляется на массивах буквально ни одной коррекции затяжной не было такой вот на три дня допустим не спорю мешком мед да и времени может иногда занимать это много хотя бы даже мысли какие-то по рынкам на самом деле даже как-то попробую открытый вебинар тему затронуть командные работы это сразу скажу это очень облегчает торговлю и выравнивает equity риски то есть ну торговая стратегия даже старенькая которая там разрабатывалась еще в 2008 году при командном подходе работает одному тяжело очень много информации нужно обрабатывать и вероятность что-то пустить либо не так проанализировать огромное а дальше уже просто ком идет так ну в общем на рубля все неплохо идут пока ликвидность снижения ликвидность снижения тут прям просится равнодуленный канал рамки его всем известны но будет же коррекционный момент рано или поздно и это пока нефть не разлучит нас значит 4 массива и идет сброс топиков вполне может быть ликвидность падает то есть в этом движении не принимали участие особо объемно и очень крупный объем но пока болтаются ниже 63 363 600 давайте посмотрим так ли это было открыт интерес на пике само собой естественно очень очень ровно идет как и тренд так и открыт интерес это не может не радовать нет как раз чем больше тем хуже работает команда это уже будет толпа которой все сложнее сложнее управлять 3 4 человека 5 это такая хорошая команда все друг друга понимают нету балагана нет как говорится все единомышленники и нет там инакомыслящих потом это все превращается в раскол команды и так далее в общем 3-4 человека 5 этого оптимальная торговая команда трейдеров в котором могут и сами все между собой решить и установить какие-то критерии правила свои внутренние законы все что выше десяти человек уже нужны трейдеры либо люди которые будут обслуживать весь эту всю яму биржу значит по дельте все вроде как бы по расписанию дельта на шорт соответственно мы идем на снижение дельта сегодня не самая лучшая но ликвидность напомню какая ликвидность у нас на этом дне 3 миллиона топовая была 3 300 3 100 было вот здесь у нас какой там 28 23 3 100 3 300 было 28 то есть вот такая сильная сильная динамика была под 3 миллиона сегодня у нас 3 миллиона чуть больше всего дельта составляет ну это считается нулевая дельта то есть если процент до 5-7 это то есть грубо говоря поровну смотрим тогда спот что он скажет там не скроешь тут даже пока без шартов все недели практически прошла полмиллиона полмиллиона в четверг полмиллиона вторник это только дельта среда и пятница прям тютелька в тютельку дельта получилась странным образом итак что именно бросается сразу по уровням это 62.50 тут 329 тысяч контрактов дельта это не объем это дельта на стороне подождите сейчас еще раз перепроверю а это касается дельта надо ее отключить надо из двух выбрать одну вот так дельта выглядит по дисбалансировке я же вижу что-то не то надо еще цвет немножко темнее а тут слишком может как-то бросается в глаза в общем вот так вот бьют в районе 62.50 по 62.30 крупные баи причем дисбаланс существенный это мы сейчас видим дельту то есть это не объем непосредственно торгов а именно дельта ликвидность на этих уровнях там приличная 2 миллиона 700 миллион 200 миллион 200 миллион и миллион сегодня еще сюда добавили то есть вот этот уровень просто ликвидно атакуют без каких-либо даже остановок всю неделю это нас подим и переходим на 15 минутный таймфрейм на рубле чтобы выделить непосредственно где была эта активность ну тут уже понятно все понедельник бросили первые массивы с объемом их дневная сессия так и не пробивала больше есть белый дневной дозор есть вечерний ночной дозор шутят иногда так трейдеры вот ночной дозор там может творить что угодно дневная торговая сессия основная все что в понедельник вышло ни вторник не пробил среда отсюда начала уходить то есть уровень достаточно интересный на сопротивление поэтому обязательно его нужно выделить неделя его контролирует очень так плотненько и тут как бы хочешь не хочешь но вот этот ликвид надо фиксировать 62 960 63 040 мы фиксируем как возможный уровень поддержки либо тут собиралось очень много покупок из топики как раз вот в таком формате отобразились ядро как видите очень широкое плотное то есть неделя 4 дня стояли фактически в коридоре вот это и только сегодня вот такой сброс и вечерка сразу пошла наверх если понедельник откроется на этих же уровнях и без промедления начнут атаковать 63 500 с продажами пока повремените останется еще сопротивление 63 600 63 750 фух вот ядро 63 400 по 63 600 вот мы его фиксируем то есть у вас будет также вот эти уровни в качестве поддержки можно будет установить в случае если понедельник откроется уровень 63 300 63 400 и просто протестирует их это в районе 63 250 63 300 как площадка на тест вполне вероятно ликвидность самая повышенная в моменте под 15 минут на дневной сессии возвращаемся на все время свечеркой тоже вот как раз они и корректируются к поддержке и будем уже в понедельник я думаю смотреть как это все будет заканчивается соответственно вот эти два массива пятницы уже отработали как бы вечерка не посмела пойти выше возьмите на заметку уже как бы протестили ночью в понедельник могут туда не возвращаться евро тут уже быстренько затянули мы что-то сегодня час так по евриков здесь продолжается раскачка волатильности с каждой сессии все сильнее и сильнее плотность 12.35 по 12.75 тут ядро контракта мы сейчас его чуть-чуть сдвинем до 12-го числа с основной объем прошел именно здесь это уже в итоге расширения поддержки которое было 11.85 12 с копейками вот так вот всего две сессии посмели дойти даже до 115 и 114 ликвидность набирает потихонечку оборотики тут была ровная тут уже начали активироваться пока будут торговать ниже вот этой локации ядра есть шансы на продолжение стройки равноудренного нисходящего канала соответственно основная локация в этом канале как раз в 12.40 и 12.75 если понедельник вторник тут спокойно торгуется можно можно увидеть 1.13 и 1.13.50 уже не не проблема будет это сходить ну в противном случае если понедельник будет открываться как раз в 12 и неохотно даже вот этот уровень не пробьет 122 как это и сделала пока пятница соответственно есть шансы на продолжение нашего тренда тот факт что стартовый массив который в начале контракта бросили фактически уже 3-ти раз пытаются пробить намекает на то что вполне может это произойти фунтиц фунтиц мышку либо поставьте плюсик то пускай даже не стоял в продаже но визуально это все наблюдал платформе волфикс ну либо там на том терминале который в торгуте ну и что знаете сколько ночей у терминала провел дежуре сопровождение позиции самое интересное что вот такая вот же активность ночью и на рубле проявляется периодически на том же ртс вот именно ну ночью я думаю как-то посмотреть более детально эту картинку давайте сейчас заглянем на меньший масштаб посмотрим и сопоставить время то же самое либо же разное ну на российском рубле вот там в районе 21.30 бывает такая вспышка необъяснимой заинтересованности в инструменте если именно в это же временном фунте была эта проблема то скорее всего какие-то финансовые пираты я бы назвал либо тот же самый какой-нибудь крупный банк где этот фунт вводим евро уже смотрели сейчас добьем фунт индекс доллара и на нефть переходим так 9 и 10 тонн я думал здесь побольше будет ой да да так это для тех кто будет записи смотреть чтобы было понятно что мы сейчас сделаем что мы смотрим это события которые были на фунте вот-вот совсем недавно ну вот начиная с 26 28 20 34 мне интересно еще другое сейчас это у нас шестое число там про какие-то две минуты говорили прям за две минуты кстати да вот этот момент на разных у разных брокеров у разных терминалов там поставщиков той же биржевой информации цифры были разные то есть ну они отличались причем на некоторых даже очень существенно то есть не то чтобы там на несколько тиков а конкретно существенно то есть и это вызвало очень огромный ну не только это но и сам вообще причина кто это посмел сделать итак это кластер чарт и мы лезем в самую самую суть вопроса надеюсь вам цифры видно если нет то я могу сделать светлее чуть-чуть это несложно по поводу сумасшедшего спрэда тут как вы видите пробелы на кластере это и есть отсутствие вообще там сделок то есть вот так вот прыгал стакан и если у вас была открыта очень крупная покупка чудом если вы не посидели и выжили в этой так что мне видно мне видно что собственно никаких таких прям гипер с сильным отклонением трейдов пока я не вижу 190 119 для фунта это не так уж и мало но я думал там намного больше будет афера суммарно конечно оборот сумасшедший тут не спорю и так дельта процент за минуту ну минута конечно в дельта проценте не сильно суперточный показатель но в дельте вот минута 300 контрактов тут тонна я уверен что это перед началом будет сейчас а не это в полете да вот это это движение за одну минуту и мы сейчас его проанализируем с помощью такой вот вещички 400 тиков объем суммарный в этом двухминутном моменте 5000 контрактов максимальный объем по цене 235 значит 2616 по 2217 пролет был по данным и можно еще и посмотреть по дельте как там все устраивается где где там этот вот у нас дельта идет 100 контрактов 100 137 120 4142 и по ступенькам видите ее толкали на этих 150 контрактах котировку так ладно я отвлекся ладно я потом посмотрю детально сделаю такую небольшую ремарку этому всему сумасшествию индекс доллара уже полторы часа волстрит онлайн идет вышли за рамки не вкладываемся в график грубо говоря так индекс долларов вот такие вот показывают маневры причем прям страшно становится насколько ровненько очень так работают на бирже ICE на индексе доллара и ликвидность похоже топовая буквально вот 41 тонна конкурент оборот оборот 96 само собой как площадка и значит выше 6 6 тонн таким розовым цветом давайте возьму вот так сделаю будет приятнее выглядеть для определения вот синенькие точки это больше 6000 контрактов за по цене за день значит по сетке уровней вот у нас ядро есть и 96 96 35 первая контрольная проверочка байеров и потом уже будем следить 97 выпустят или нет если же даже не будет пробовать индекс на 96 топать то есть начнет отталкиваться уже 96 и 6 то скорее всего дальше будут в таком же темпе ликвидность так в среднем за неделю подросла точно так же как и за прошлую даже больше набирает оборотов для индекса да это просто не то что повышенная очень повышенная это дельта на индексе доллара за эту неделю вот вы ее видите это дельта снизу то есть 1142 контракта полторы две с половиной при ликвидности 40 тысяч контрактов 4 числа 23 26 вот 5 6 и даже на самом верху еще дельта давайте посмотрим какой там беданс был 3 6 и 4 400 7 и 2 против 69 ну в общем активизировались тут давайте баровый график с открытым интересом тут тоже так же как и на рубле набирает обороты единственное что на рубле более стремительнее увереннее тут на индексе доллара буквально за последние три дня вот нужно заметить именно последние три дня очень активировались так что именно те уровни будут прощупываться более жестче бренд и так нефтетрейдеры не такие уж халатные люди как видите ликвидность прям вот как сказали всю неделю около 170 контрактов держать так они это и делают сессия за сессией идут на расширение единственное вот пятница немножко приустала наверное но ликвидность не поменяли соответственно идет все как-то по расписанной какой-то программе скорее всего противовес все что выше 170 тысяч уже начинается противовес вот такой вот был пинок на рост и этот локейшн обязательно на ближайшие несколько недель еще я думаю пригодится два дня ушли оттолкнулись даже от верхнего массива тут тоже верхняя планка вот этой сессии вторника среда четверки пятница тестируют соответственно будем смотреть уже как от пляж в понедельник в районе вот этого массива если будет держаться это ну будет спор на вопросы начнут атаковать 50 ну вот как раз понедельник приусторник ядро давайте посмотрим что там с открытым интересом тут он резко рухнул и рухнул он как раз на этой неделе вот он набирали набирали обороты и вот сбрасывают как раз вот вышли за максимум и по дельте мы сейчас быстро посмотрим тут должна быть подтверждающая дельта росли росли и начали резко сбрасывать соответственно должна была быть именно их дельта тех селлеров вернее байеров которые сбрасывают да ты что неправильно так шарик л л л л и л л л но здесь без комментариев просто выделяйте уровни тут все понятно вот они плотненько 1 вот они плотненько 2 и пока первую не пробивает ступеньку ну здесь у нас получается надо 7 сессию добавить так пришли как раз на 513 5124 тут две сессии сформировали 52 33 52 50 что там в лжире я смотрю только просто очень сильно согласованы на пик я думаю что опять же связано с выборами штатах все опеки эти будут после выборов решать уже конкретно вопросы с новым президентом договариваться будет это сто процентов все ждут просто вот нового правителя америки там уже скиллали на договариваться либо еще еще нибудь будут они покупать не воду это сто процентов будет потом уже значит волатильность начала расти дельта на шортах сбрасывают покупки само собой нормальное явление ну в общем то уйдут ниже 51 ну вот вот эта поддержка которая пока еще живая даже более правильным сюда не мост 31 сет 111 вот если пойдут ниже тогда с покупкой пока подождите я думаю что раз и заросление неплохо с сентября так живенько поэтому корректоз он даже не помешает я думаю чуть-чуть главное что не затянулась золото все золото и уходим так уходим по домам да кстати в среду открытый вебинар приходите интересная тема будет поделюсь думаю что будет очень интересно и полезным на площадка неплохая соответственно у нас получается золото раньше ушло чем фунт набирает обороты эти падают и объем начинает расти им какие интерес по этой смотрим в дельту значит у нас получается агрессор и даже вот на покупочку появились 13000 контрактов на 256 по с 95 бонусы даже не знаю надо спросить что они там думают не думаю я как бы за чтобы повысили то есть если будет решение за мной последнее то я скажу чтобы повысили обязательно поощрять талантливых трейдеров почему бы нет наоборот стимул развиваться возможно в будущем будет управляющим нибудь инвест фондом частным такие люди нужны среди своих правильно растим кадры как говорится так ликвидность набирает обороты дельта упала ой недель открытый интерес соответственно покупки которая вот сейчас происходит давайте посмотрим насколько сильно упала так 447 до 392 относительно всего контракта дельта такая семья немаленькая 53 как видите это не спасает на золоте совсем не спасает в общем рекомендация по золоту как минимум пока покупать еще рано еще нет площадки для ну подтверждение либо получения информации о том что он потихонечку разворачиваются очень легко можно на следующей неделе попасть на ловлю под падающих ножей распространенная лихорадка среди трейдеров пока рынок вот так вот лихорадит лучше побыть в стороне в кэше либо заниматься другим торговым инструментом но пока нет признаков даже если дельта плюсовая на самом минимуме еще ни о чем не говорит и это не только на золоте поэтому рекомендую пока в кэше быть не пытаться брать самый минимум вам за это никто грамоту даже не даст и не оценят потому что даже поделиться ним не будет с кем разве что вот здесь триншот сбросите мы порадуемся за вас а риски очень огромные пока рынок очень волатильный и повышенная ликвидность а соответственно вероятность куда-то дернуть очень сильно цену запросто площадки пока нет рынок инертно еще продолжает снижение если вы не в шортах тогда просто подождите и шортить как бы уже поздно такой хороший пролет произошел коррекция в любой момент может начаться ну и в разворота пока уверенно сказать что он есть я не могу спасибо что пришли в приходите в среду в 20.00 и встретимся в следующий пятницу в стрит онлайн как обычно 20.00 жду публичных сделок интересных не ленитесь открывайте помимо своих реальных счетов сделочки еще и в паблик рейтинге либо дублируйте просто их с реального счета интересно на самом деле за все время пока идет волстрит онлайн я наблюдаю за трейдер сеттинг и с каждым годом техника трейдеров лучше намного лучше чем было в начале там был просто тихий ужас сейчас уже видны тактические действия выстраиваются у людей и порядок и какая-то даже дисциплина тактически уже более правильный подход поэтому постепенно постепенно мы свой вклад носим в общее развитие и это можно оценить только если видев какие-то результаты по сделкам спасибо что пришли всего наилучшего хороших выходных до следующего полстрит ссылка будет в рассылке на запись всего хорошего до свидания пока в следующий раз Продолжение следует... Продолжение следует...